всем привет добро пожаловать на 10 урок школы roblox 2020 мы идем потихонечку уроки короткие и по моему это очень хорошо так сейчас давайте разберем домашнее задание домашнее задание из девятого урока нужно сделать кодовый замок кодовый замок это означает что не просто нужно нажать успеть все три кнопки чтобы они были нажаты для того чтобы мост включился или отключился для того чтобы мы набрали какой-то код 1 2 3 в домашке причем написано что этот ход должен быть не просто даже 1 2 3 3 1 2 ну давайте посмотрим так давайте запустим посмотрим чем у меня отличается скрипт от прошлого урока все тоже самое собачку отодвинул и видите чуть-чуть мост видно прозрачный что здесь был мост он не работает отключен так и никаких изменений все скрипты остались прежними так ну давайте делать давайте подумаем как же сделать кодовый замок и нам тем более важен порядок нажатия клавиш вы должны понимать когда мы касаемся этих кубиков и клавишами называю ну вы понимаете давайте посмотрим на старые скрипты видите я заранее предусмотрел что у нас все таки будет кодовый замок поэтому в каждом в каждой кнопке 11 кнопка 1213 у них есть такая переменная button number и они отличаются в первые он единичка во второй двойка третий только так и когда я посылаю запускаю событие event вот напомните у нас события биндейбл event события которые мы сами сделали в прошлый раз и мы его добавили в наш мост вот он видите в explorer так вот когда я запускаю то событие с помощью функции fire я передаю один параметр этому событию этот параметр является числом единичка это число идет и появляется в нашем мостике во время вызывания функции которая прикреплена к запускаемому событию я уже два урока подряд про это объяснил надеюсь вы поняли и это число приходит в параметр нашей функции нам дальше мы его печатаем на экране по моему да я сейчас запускал видите вот мы печатаем event fired как бы события запустили кнопка нажата такая это 3 2 1 3 так далее так кстати посмотрите как я мост изменил все таки я отсюда если вы сюда точнее в пути добавил из пресс экспресс можно сюда добавлять но . value обязательно оставьте вот так чтобы считывалось текущее значение и если мы . value перенесем сюда эти переменные кнопки 1 2 3 то у нас всегда в этих в этих переменных всегда будет false поэкспериментируйте так ну что ж делаем кодовый замок того чтобы кодовый замок работал нужно запомнить какое предыдущая какая предыдущая кнопка была нажата для этого я создал переменную last нам ну какая-то кнопка нулевая у нас такой нет специальная сюда заношу число которого нет в этой переменке так и теперь если у нас приходит нам мы должны власт нам мы должны проверить текущая нажатая кнопка равна прошлой нажатой кнопкой плюс 1 как это работает если нам ту кнопку которую мы нажали число равен власт нам плюс 1 тогда что-то нужно сделать тогда кнопка правильно нажалась все отлично смотрите что у нас сейчас произойдет так давайте вот эту печать изменим кнопка нам первое нам первое и давайте ласт и напечатаем власт нам давайте посмотрим как ведет себя нажать на первое нажали на 2 нажали на 3 итак смотрим когда нажали первую написано кнопка 1 нажата последняя была нажата нулевая когда нажали кнопку вторую последняя нажата нулевая так нужно запоминать какая была последняя нажатая но запоминать нужно только если нажали правильно например если после первой кнопки нажали вторую или после второй кнопки нажали третью как это сделать ну давайте увеличим если все нормально я специально сделал нулевую кнопку в начале так что когда мы нажимаем первую кнопку это условие сработает будет истина здесь у нас будет единичка власт нам 0 0 плюс 1 здесь тоже единица значит единица равна единице подумайте подумайте как это все работает можно пересмотреть видео власт нам присвоить власт нам плюс 1 вы знаете что язык луау уже у нас включен поэтому можем написать вот так эта строчка что она делает наберет значение которое было в переменной last нам добавляет к нему единицу и заносит опять в эту переменную вас нам но так как мы теперь имеем луау теперь мы можем как во многих других языках программирование писать вот такой вот оператор плюс равно что происходит в переменную будет добавлено число которое записано справа можно написать например двойка тогда при каждом выполнении этой строчки у нас будет значение переменные власт нам увеличиваться на 2 нам это не нужно усидится будет вроде все нормально давайте теперь запустим и посмотрим как у нас работает подойдет ли нам для кодового замка штука единичка двойка тройка так отлично все срабатывает 1 2 3 давайте теперь я попробую нажму на вторую кнопка 2 но последняя удачная была нажатая 3 3 еще раз на 3 нажал уже не увеличивается так что-то нам нужно сделать в тот момент когда и кнопка 3 и last нам прям равен мы должны условия поставить все еще справляемся без циклов так и все вот это условие с нажатыми кнопками нас уже не волнует совершенно как здорово получается нам и эти кнопки уже не нашли не важны так вообще шикарно для кодового замка давайте за я их закомментировал я сам не ожидал что у нас так упростится в кодовом замке будет еще проще вот видите все преимущества биндейбл и вента нам не важно от кого пришло событие главное событие нам передала номер кнопки сюда в параметр что мы здесь должны должны если last нам равен трем но на всякий случай есть какой-нибудь дребезг или еще что-то произойдет у нас в принципе больше трех быть не может но давайте на всякий случай сравнивать будем не стрим не с тремя а больше или равно если последний номер был больше равен трем то тогда переключить мост если мост был нормальный то его убрать и наоборот давайте проверим но сейчас сразу я знаю что у нас всего один раз выполнится работа кодового замка нажимаю 32 ничего не происходит 3 1 по мост не срабатывает а сработало так значит у меня условия неправильно работает так давайте еще раз на 3 нажали опять сработало на 3 нажали опять сработало так что-то не то получается а если мы неправильную кнопку нажимаем мы должны сбрасывать last нам сбрасывать его должны опять на ноль иначе last нам будет нулем так давайте попробуем сейчас на код вы можете посмотреть остановив видео 123 мост открылся давайте еще раз попробуем 123 мост ничего не происходит но увидите мы печатаем у нас last нам а так вас нам у нас нулю равен почему мост тогда не появился нет все нормально давайте еще раз проверяем что-то не то и не сработало ага все понятно все понятно одно нажатие после того как один раз мост сработал вот сейчас вам покажу в коде где у нас ошибка смотрите в тот момент когда мост у нас сработал переключение вы должны last нам тоже сбросить на 0 а а иначе у нас вот смотрите last нам мы сбрасываем если неправильный порядок например 1 2 все нормально last нам сейчас двойка 3 last нам двойка а если мы вводим вот так 3 2 то last нам сбрасывается но когда мы правильно провели открывание моста мы тоже должны сбрасить сбросить чтобы мы после этого могли опять эту последовательность вводить например опять 1 2 3 поэтому строчку запоминание последней нажатой я поставлю еще и вот сюда вот так причем я его не в условия ставлю чтобы всегда когда у нас срабатывает открывание или закрывание замка когда срабатывает код точнее верный мы можно даже здесь принт сделать давайте принт сделаем что код верный код комбинации кодового замка верно напишем просто верно я тут долго буду печатать комбинация верно ну ладно пишем короче вот верный окей давайте сейчас проверим 321 ничего не подошло 213 ничего не подошло 123 все отлично давайте еще раз 123 все отлично все теперь без ошибок работает очень хорошо еще и код верный пишет тот момент когда мы правильно все делаем так ну давайте сразу сделаем хитрость точнее я может эту хитрость не буду делать я подскажу как решить домашнее задание вот домашнее задание у нас как бы решено но только как бы почему как бы смотрим условие нашей задачи которые записал надо код сделать 312 кто придумал самое простое решение чтобы скриптах ничего не менять самое простое решение просто в скрипте троечки посылать как бы единицу что это первая правильная нажатая кнопка здесь посылать двойку это вторая нажатая кнопка ну понятно в скрипте вот здесь значит открываем скрипт да ладно я изменю почему не жалко так 312 это мы сейчас у первой кнопки открыли нет это мы у третьей открыли кнопки она должна быть первая нажата теперь дальше идет первая идет второй кнопкой мы должны нажать и у второй должна быть троечка кстати можно у некоторых кнопок можно еще добавить кнопок с ним ну с неправильными числами чтобы запутать наших наших игроков так ну все считайте домашка выполнена самое сложное задание но урок слишком короткий так 1 2 3 ничего не случилось как у нас там 3 1 2 3 1 2 не понял 3 1 2 так еще раз 3 1 2 3 сработало и еще раз 3 1 2 почему у меня в первый раз то не сработало по-моему у меня все правильно ну код правильный по крайней мере идею вы поняли вы сможете сделать аналогично даже не для событий touch когда прикоснулись а например клик детект когда мышкой можно тыкать и так далее посмотрите другие занятия или мы в следующих занятиях будем применять мне не очень нравится бегать туда-сюда проще мышкой тыкать туда-сюда и так далее я просто вам показываю виды каких-то событий новые которые может быть вы из моих уроков не видели так давайте сделаем что-нибудь еще веселое и закончим на этом урок а веселое я хочу сделать чтобы собачка док дочь наш чтобы она по мосту мы сначала мост уберем потом мост опять появится и чтобы собачка прошла по этому мосту так ну что для этого можно сделать давайте сделаем скрипт я уже добавил по-моему дочь скрипт это всего на все заготовка наша собака должна ждать какого-то события мы это событие сейчас давайте созданием это событие мы будем вызывать точно так же как мы от кнопок посылали в биндейбл event только будем посылать уже из моста событие так нажимаем плюс вот биндейбл ивент я думаю что про биндейбл ивенты вам уже все понятно так как мы его назовем собака иди дочь иди вперед переводится событие окей я копирую это слово так вот здесь вместо этого события поставили тебе нужно придумать название функции мы сделаем его таким же только без ивент так что какую команду я применяю я вы знаете что любых гуманоидов в роблоксе посмотрите у меня есть очень хороший плейлист и я занятия где будут двигаться нпс и монстры и так далее я буду в тот плейлист добавлять но это ребята еще не скоро но тем не менее там можете узнать как нормально двигать ваших гуманоидов чтоб они ножками шевелили и так далее а эти собачки у нас здесь бракованы и они скорее всего ногами шевелить не будут неправильные гуманоиды и неправильно собранные модельки это не важно двигаться все равно должно итак чтобы двигать гуманоида нужно послать команду вызвать функцию move гуманоида вот он гуманоид так dodge гуманоид move здесь мы направление указываем там на самом деле много есть вариантов move to и так далее здесь просто указывает направление куда иди идти по иксу значит по горизонтали никуда не поворачивай так убираем убираем никуда не поворачивай высоту высшину собака у нас идти не может в глубину иди на нас она далеко находится вот если я напишу там минус один то собака пойдет к горизонту а единица она должна вроде бы пройти по мосту и вроде я так сделал все гладенько что собака должна зайти на мост так false давайте сотрем это все здесь есть дополнительный параметр который может там по моему направление камеры использовать для движения но это не важно в общем собака пусть движется в этом направлении четко так так здесь я к событию события которые мы создали не забывайте что к этим bindable событиям созданным обязательно надо дописывать event события присоединяем к нему вызов функции теперь осталось запустить это событие из нашего моста так давайте посмотрим в нашем мостике когда лучше всего когда лучше всего запускать так мост вот он мост так вот верный так по мосту ходить нельзя а вот здесь по мосту ходить можно так вот сюда наверное вставим давайте сразу путь напишем до нашей собаки мы же ее знаем вставим точь 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 и события 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 можно полистать давайте посмотрим дольше как мы назвали я уже забыл на дочку вот вот он нет точку форт и и здесь не надо дописывать ничего никаких ивент здесь можно написать просто fire никаких параметров мы не передаем хотя мы можем здесь написать собаки например вот так минус один давайте здесь единичку сделаем сейчас посмотрим и я просто пример перед нет давайте сделаем вот так 0 0 1 а здесь мы тогда параметры допишем x y z и мы здесь тоже их напишем так что мы сможем разные события посылать собачке с разными параметрами мы можем с помощью вот этого события go go forth но тогда у нас уже название не очень соответствует тут всегда иди вперед можно сделать просто . go давай перейминую лучше перейминовать чтобы потом не запутаться . go и собака собака иди и вот так вот так . go давайте теперь мост посмотрим так . go тоже убираем так ну все должно работать что я сделал потом остановите код подумайте над ним если не понятно что я сделал итак 3 1 2 сейчас я еще раз этот же код введу появится мост и собака должна по нему пройти надеюсь все правильно 3 1 2 о наша собака пошла 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 меня еще толкает куда то уходит так ну вроде бы все нормально все что я хотел давайте продемонстрируем как сделать чтобы собака просто если мост она увидит что мост исчез чтобы она убегала куда то например налево и вдаль у собаки ничего менять не надо в этом событии в скрипте давайте вот здесь просто вызов этого события в этом моменте мы видите мост убираем мы делаем его полупрозрачным так собаке шлем события чтобы она шла влево говорим минус 1 чтобы она шла от нас тоже минус 1 ну хватит сейчас проверим собака уже скорее всего не сможет пройти по мосту мы сможем ей скомандовать так 3 1 2 вот она побежала так опять 3 1 2 и теперь она пошла к нам так и сейчас опять ей команду шлем 3 1 2 и собака уже пошла так куда она пошла 3 1 2 о собака пошла вбок нормально так ну можно будет придумать какие-нибудь игры для сражения с вашими там покемончиками или еще кем-то ну в любом случае у вас осталось домашнее задание которое будет прикольное я тоже постараюсь вы его можете решить простыми способами я давайте домашку открываю где у нас записана домашка здесь вот это сделать 5 мостиков они у меня здесь сделаны вот 5 мостиков 1 2 3 4 5 так дальше что у нас и сделать 3 кнопки управления вот как раз мы наверное клик детектор вы можете использовать для домашки вот эти ребята если вы не будете делать домашки вы ничему не научитесь просто будете смотреть вы не будете понимать если вы будете повторять и причем не будете загружать мои исходники которые в описании видео есть у вас скоро будут получаться свои игры вы будете делать крутые вещи не будете делать домашки но будете такими скучными людьми такс ну все понятно про эту домашку я уже говорил сколько назад так ставим лайки ставим колокольчик теперь можно подписываемся пишем в комментариях какие-то пожелания какие-то какие темы осветить если тема меня заинтересует то мы ее как бы осветим ну чтобы мне было интереснее можно донатить пока пока